Традиционно на прием к председателю Совета депутатов округа Станиславу Радченко люди приходят с пулом вопросов. Соответственно и на встречу приглашаются руководители различных служб, готовые дать по ним расширенные комментарии. Одна из проблем, с которой пришли жители ЖК первый квартал, огромное количество транспорта, нарушающего правила парковки. По словам представителя ГИБДД, здесь важную роль играет активность самих граждан. Очень успешно работает режим фото-видео фиксации, потому что на каждого гражданина, который неправильно припарковался, невозможно представить инспектор, он не в состоянии решить данную проблему. То, что граждане присылают на портал Добродел на сайт нашего подразделения, на сайт управления Добродел Лейского городского округа. Когда весь объем информации соответствует тому, что необходимо, нарушитель получает страх. Отдельная проблема, характерная, впрочем, для всего Подмосковья, большегрузы, которые устраивают стоянки в самых разных местах, создавая трудности для других участников движения. Положительный опыт в решении этого вопроса в округе есть, его озвучил Станислав Радченко и предложил воспользоваться такой тактикой применительно к дорогам в районе ЖК первый квартал. У нас есть белокаменное шоссе, где я уже не первый день вижу сотрудника. Мне его безумно, если честно, жаль, особенно в плохую погоду, но действует безотказно. Это была очень сильная, серьезная болевая точка. Обращения направлялись жителями и главе, и в сайт депутатов, где запаркованность большегрузами, которые приезжают на балокаменное шоссе, на склады, там пятерочки расположенные и так далее, создавали, ну, чуть ли не два ряда эту пробку, которая потом тянется холостом до выезда на Каширское шоссе. Вот, который день я езжу, там пробки нету ни с утра, ни вечера. Много претензий граждане озвучили в отношении управляющей компанией «Брусника» и «Застройщика». От отсутствия коммуникации с жителями до передачи имущества на баланс компании ПТОГХ. Исполнение наказов жителей Станислав Радченко взял под личный контроль. Ну, если застройщик не слышит нас, да, неоднократные просьбы, да, мы, соответственно, обратились в помощь к администрации и к председателю Совета депутатов, соответственно. Они нам не первый раз помогают в решении наших вопросов. Но больше всего присутствующих поразила ситуация, в которой оказалась одна из жителей ЖК «Первый квартал». Из-за проблем с вентиляционным коробом, в котором, как выяснилось, остался строительный мусор, в квартире женщины начали активно развиваться грибок и плесень. С октября месяца я дома не живу, потому что нельзя просто делать. Я пока не обнаружила плесень, задыхалась. Два месяца мне пришлось для астматиков гормоны принимать. Это тоже, знаете, мне как бы не надо. Эта вещь мне пришлось вывезти. Это все провоняло плесенью. И дальше она пошла в шкаф. Многочисленные обращения в управляющую компанию не имели совершенно никакого эффекта. И сейчас на совещании представители УК «Брусника» тщательно записывали все сказанное, но сообщить что-либо по сути дела не смогли. И в этом случае инициативу в свои руки взял Станислав Радченко. Сегодня мы приняли такое промежуточное решение. Мы собираемся через несколько дней совместно с застройщиком, управляющей компанией. При необходимости мы обязательно привлечем органы прокуратуры, потому что это жизнь и здоровье наших жителей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ.